Вы скажите. Все, вперед. Сегодня мы приступаем к новому стихотворению в этом цикле. Стихотворение называется «Эйнея нефеш де Эйней хаббаса». Я перевел «Глаза души в глазах плоти». То есть, само по себе. Во-первых, должен сказать, что вот этот оборот, он обычен для грингорода. Есть «Эйнея нефеш» – глаза души, глаза духовные. То есть, то, что открывается душе, то, что видит душа. Есть «Эйнея баса», то есть, глаза плотские, обыкновенные. И для Гринберга иногда это как бы совмещается. То есть, глаза обыкновенные что-то видят, но через них видит душа какие-то скрытые смыслы. И вот эти глаза души, или духовные глаза, они для Гринберга самые главные. Я должен вам сказать, что, конечно, будучи первенцем в роде цадиков, он воспринял это как бы с детства. То есть, хасидский цадик, праведник, видит человека, который к нему приходит, но видит его глазами души и видит его душу. Так должно быть. Я не скажу, что всегда оно так. Но так должно быть. И тогда перед глазами вот этого человека нету прошлого, настоящего, будущего. Он видит и то, и другое, как бы всё перед ним. Вся душа. Все различные составляющие этой души. У Гринберга же дело не в каждом человеке отдельно, а в каком-то скрытом смысле мироздания вообще. Мироздания своего народа, будущего. И поэтому для него слово, например, слово «косов», о котором мы уже много раз говорили, «косов» – это стремление, мечта. Я здесь перевёл как «мечта», мы дойдём до этого слова. Это то, что манит человека к чему-то великому. Но надо сказать, что само по себе слово, я уже начал о нём говорить, «косов», это похоже на слово «кесель». Серебро, которое блестит и тоже манит, но и которое стало синонимом на иврите слово «день». И поэтому один из стихов Писания говорит о «гэв кесеф», «ло из ба кесеф» – любящий деньги, любящий серебро, никогда не насытится сереброй. Потому что он любит. Он не рассчитывает тебе то, что ему надо, а он любит. А вообще любовь, она не насытна. Невозможно её как-то ограничить. Вот я люблю до... Помните знаменитую комедию советскую? «Будешь любить меня вечно?» «Да, три месяца буду любить тебя вечно». И, ну, конечно, можно сказать, что это не только насмешка. Может быть, разница между просто какой-то любовью и вечной любовью. Она разница в качестве любви. Так что можно и три месяца любить вечно. А потом, ну, уже любить вечно что-то другое. Вот. Но, конечно, любовь не насытна. И вот этот, вот косовь это, это то, что манит, то, что движет душой. И вот он назвал это «Инейха нефеш, бе-эйнейха басар». И поставил, ну, не троеточие, а двоеточие у него, но не двоеточие обычное, а как бы вместо троеточие. То есть, что же происходит, когда не только обыкновенные, плотские глаза смотрят на мир, но и глаза души. Что происходит? Я неспроста сказал о том, что он первенец и должен был быть наследником престола своего отца, который был хасидским цариком. Он начинает именно с себя. Конечно, не потому, что он наследник великого рода, а потому, что он человек духовный, потому, что он знал, что он великий поэт. Знал об этом. Это ему не всегда приносило счастье, или удовольствие. Было сопряжено с этим много трудностей в его жизни, и немало мук. Он мучился своей долей тоже. Но он знал, что он великий поэт. И вот он пишет. Давайте прочтем сначала на иврите, а потом, как обычно, по строке. А у вас нету? Ну, конечно, Миша, что вы. Миша, что вы. Сама, миша, что вы. Субтжеcное. Меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Понимаете? Очень важно это пояснить, потому что иначе можно подумать, что, ну, как обычно, быть в тени кого-то, это как бы стать только каким-то второстепенным предатком. А он говорит, а тот, кто приближается ко мне, как будто бы приближается к факту. То есть, я освящаю ему то, чего он раньше не видел, и поэтому жизнь его меняется. И имя, если возвратится домой, не найдет больше дома. То есть, то есть, то есть, то есть, весь мир его изменился. То есть, весь мир его изменился. Оно как поверхность, совсем что на ней, то есть, только поверхность чего-то настоящего. И небеса пылают на них рассветом, или на рассвете. Я хочу здесь объяснить что-то, что может показаться странным. У ле мало мизе, у ми негет мизе. Ми негет имеется в виду не только напротив, а вдалеке. Например, говорят кому-то, алта мод ми негет. Не стой вдалеке от чего-то. Не только напротив, дело не в самой топографии. А вот быть ми негет, это быть вдалеке. Отдаляться от чего-то. И поэтому, когда он говорит, что выше этой поверхности и поверхностности и вдалеке от нее. Слово йокдим, йокед, или мокед, это очаг чего-то. Йокед, это пылать, можно сказать и освящать тоже, но обычно это пылать. Пылать желанием, например. Во мне огонь пылает. Имеется в виду, конечно, не физический огонь, а огонь какого-то стремления, желания или гнева. И поэтому я перевел пылающие небеса. Тут, конечно, бешамай, йокдим алехем бешахри. То есть, вот эта пыла не распространяется на эти горы. Как рассвет освещает их. Но когда смотришь на горы в начале рассвета, то есть, как бы занимается заря, занимается вот этот пожал. Да, вот это что-то как будто бы пылает. И что тогда происходит дальше? Начинает плоть по закону мечты, манящей в сердце и око. Отрывать себя отсюда. Лаакор! Ну, можно было, конечно, и несколько иначе перевести. Но дело в том, что отрывать, действительно, и по-русски это тоже как бы рыть и отрывать что-то. Да? Не только закапывать, но и вырыть. Отделить. Отделить. Ну да, естественно. Но отрывать именно вот лаакор. Потому что глагол лаакор, это, например, лаакор-эц. Вырвать дерево или вырвать корень. Ну да, но это, конечно, смысл его. Но, например, то, что всеми... Лаакор-шен. Вырвать зуб. Лаакор-швим. Да, и тут, конечно, вырывать, да, это вырывать из почвы поселения, например. Вырвать человека из его среды. Это тоже лаакор. И поэтому я... Все, что насильно, да? А? Все, что насильно. Насильно и очень... Интенсивно. И больно. Но тут не дело... Вот, например, у нас дело не в самой боли, а в том, что это тотально. Это не просто отделить и что-то оставить. А это с корнем. Вырвать с корнем. Тотально себя оторвать от чего-то. Он себя... Он пишет здесь о человеке, который начинает себя вырывать из этой почвы поверхностного. Поверхностного. У Матхиля Гуф. Кехок. Косеф Мошех. Это Левяй. И вот для него это закон. Есть разные законы. Есть законы природы. Есть общественные какие-то законы. Допустим, да? Маркс считал, что есть законы истории и законы общества. Есть они или нет, это большой вопрос. Но! Для Гринберга есть закон мечты. Закон стремления. Закон... Это внутреннее движение духа. Это другой закон. Но это закон. Он очень силен. И против ничего невозможно поделать. Если он начинает себя показывать, этот закон, то есть ты как бы входишь в его пространство, то обязательно что-то произойдет. Слово Махоз. Слово Махоз. Я просто написал отсюда. Здесь. Надо сказать, что слово Махоз... Ну, на сегодняшний махоз это район или округ, да. То есть есть у этого какое-то административное значение. Но Махоз это от слова Леэхоз. Что-то держать. То, что держится в каких-то пределах, в каких-то границах, это и есть Махоз Бо. То есть он имеет в виду отсюда, здесь и отсюда. И поэтому я так перевел. И тут должен вам сказать, я думал, как лучше перевести. Перевел, а дорога сияет туда. Но можно было перевести, а дорога течет туда. Потому что Лингор, как Нагар. Нагар с одной стороны течет. И так и говорят. Толпа людей течет на площадь. С одной стороны. Но когда мы смотрим на реку с высоты, то это вот эта сияющая линия среди какого-то пейзажа. Более темного всегда. Зеленого там или коричневого, не важно. Но всегда она или в свете луны, или в свете солнца всегда сияет. И поэтому Лингор, Нагара, это и сияние, и свет также. Я предпочел перевести сияет. Потому что мне кажется, что это немножко ближе к смыслу, который имел в виду Грингор. Но тот, кто переведет, течет. Это легитимно вполне. Дорога сама как бы течет туда. Отсюда туда. Лешам. Надо сказать, что вот эта шам... А уходит нельзя сказать? Она не просто уходит. Нет, она не просто уходит. Она как бы берет и его с собой. Либо как вода, которая течет. То есть есть какое-то напрямление. Либо как свет, к которому стремишься. Слово шам – это основа слова шамай. Шам, шам, шам – это шамай. Многие говорят, что шамай – это два слова. Шам, там, май. То есть есть же вода, которая течет сверху, не только снизу. Шам, май. Мамай, май, май, ю, ним. Надо сказать, что это и то, и другое. Это шам, кафуль, шамай. Как мехнас, мехнасаим. Айн, эйнаим. Шам, шамай. Дважды шам. То есть там, там. Имеется в виду, что очень далеко. Безгранично далеко. Шам, шам, шам. Где бы ты ни был, это еще шам, шам, шам. Это очень важно понять, потому что вот это древнее слово, да, с самого первого стиха Торы. Шамай варец. Шамай. С одной стороны, там и май, конечно. Это очень важно тоже для земли. А с другой стороны, это безгранично. Свод переводится ракия, шамай. То есть то, что мы видим, и то, что ограничивает нашу жизнь. Это верно. То есть вот эта атмосфера, вот этот слой. Мы только до той границы можем жить, дышать. Но небеса-то не кончаются там. То есть есть ракия, шамай, свод небесный. А есть шамай, само по себе. Это шам без границ. Шам, шам, шам. И это значит ле-шам. То есть нету определенного места, куда все идет. А туда. В безграничную высоту. Дальше. По сторонам дороги отступают или уходят плодовые деревья, и дома, и красивые реки. Это еще в той строке. В той строке. Да, да, да. Да, да, я вас слушаю. Тут слово, которое встречается не очень часто. Бе-па-атей-адырах. По сторонам дороги. Па-атей-адырах это от слова пе-а. Пе-а, знаете, как пеот на иврите. Или, как говорили когда-то на идущем, пейсы. Пе-ес. Пейсы. То есть это по сторонам. По сторонам головы. Пе-от. Оно встречается в Торе. Это слово пе-а-та-саде. То есть край поля. Есть особая заповедь. Отдавать бедным то, что растет на краю поля. Для бедных, когда идут сельскохозяйственные работы, то есть по сбору урожая, есть три заповеди. Лекет, щихеха, пупе-а. Лекет это то, что остается после того, как сняли урожай. Остаются зернышки какие-то. Не возвращайся их брать. Оставь это для бедных. Все, что упало на землю, это лекет. Лелакет это подбирать. Щихеха, если ты забыл сноб на поле. Вот все снобы взял, один забыл. Почему-то все уже устали. Не возвращайся его брать. Это тоже уже не твое. Это для бедных. Лекет, щихеха. То есть интересная сама по себе заповедь. Заповедь. Нельзя заповедовать забыть. Это невозможно забыть. Ты или забыл, или не забыл. Но если забыл, тогда заповедь не брать, не возвращаться. И третья заповедь это пе-а. Оставить, когда вот ты собираешься, оставить то, что на краешке поля выросло. Оставь это тоже для бедных. И это называется пе-а. Более, намного, намного более поздние времена. Евреи в разных общинах стали подчеркивать свою особенность тем, что оставляли больше волос. Не обязательно оставлять пе-а. Это тоже то, что у меня. Это тоже пе-а. То есть я не сбреваю. И то, что у вас, естественно. Не сбревать. Есть особая заповедь. Не сбревать лезвием. Вообще не бриться. Это пе-от. Есть пе-а-то закан. Это то, что край лица. Есть край висков. Не сбревать лезвие. Это особая заповедь в Торе. А потом начали оставлять больше волос для того, чтобы подчеркнуть. В тайманское общение это называется не просто пе-от, а симоним. Симоним. То есть это признаки еврейского, скажем, мальчика или мужчины, что вот, как не у всех. Ни у мусульман, ни у кого-то, только у евреев. И это признак. Очень гордились. И вот это па-а-те-я, па-а-те-я-дерах, па-а-те-я-дерах, этим словом, к сожалению, не очень пользуются в нынешнем языке. Пользуются иногда в литературе, но не очень. Говорят па-а-те-я-дерах, па-а-те-я-дерах, па-а-те-я-дерах почти не пользуются. Па-те-я-ир. Иногда. Иногда бывает. Иногда. Но это да. И вот он говорит, есть па-а-те-я-дерах, не сугим, а цей приюватим, бя-на-ароте-я-фим. То есть когда этот человек идет дальше, вперед, в закрытом двери. То как уходят как бы, отступают деревья, дома. А дальше. Нахлиэйлим, афим, эляху-рейк-те-фа-б-шелагу-фа-у-лех-лоу-ми-доу. Нахлиэйли, это птица, певчая птица. Я посмотрел специально в словаре, птица-то трясогуска. Надо сказать, что не захотелось мне написать трясогузки летят за плечами его. Потому что как-то слово не очень приятное. Я просто написал певчая птица. Мне как-то трясогусками не очень захотелось трясти. Один из первых признаков осени, между прочим. Да-да, конечно, конечно, это все так. Я не имею ничего против самой птицы, но почему-то ее название, звучание на русском языке не очень мне понравилось. В этом контексте. И поэтому я написал певчие птицы. Мне кажется, что и Гринберг не имел в виду именно биологический тип, а вообще певчих птиц. Которые как бы в этом мире обитают, им здесь хорошо. А он идет к другой цели. И поэтому они остаются позади его. И певчие птицы летят за плечами плоти. То есть плотские плечи. Эти именно. Ильмахуректефавшилагуф, уходящий отсюда. А олехло мипо. И вот эти птицы, они уже остаются позади. А вал не шерохав кнафаим, коре баавир лиханав. Но орел ширококрылый взывает. Я не написал в воздухе передний, баавир. В воздухе передний. Взывает. Взывает. Коре. А взвывает, вы имеете? Взвывает. Призывает. Ну, и обязательно именно ликро ло. Может быть, коре лефанав. Да? Например. Вемгелатестер написано. Ве. Когда Аман думает, что Нахашвейрошатаксерс, как обычно переводит. Хочет его наградить. И царь его спрашивает, что бы ты придумал для человека, которому я хочу оказать почет. Вот тогда, говорит, надо его посадить на коня королевского и облачить его в одежды королевские. И взывать перед ним, вот человек, почет которого царю нравится. И он говорит, ну хорошо, раз так, сделай все это Мордехаю. И вот он и все. Ну, такая царь приказывает. Коре лефанав. То есть он не взывает к нему и не его зовет. А он перед ним, это глашатай перед ним. И вот тут он тоже пишет. Коре баавир лефанав. Как бы он летит быстрее, этот орел ширококрылый. Надо сказать, что для Гринберга орел, орел это символ мессианства. Символ мощи еврейской. Как в поэме бя зная леда сопер. И в некоторых других конечностях отворениях. Это для него нешер рахав кнафай. То есть и действительно само по себе вот это, конечно, слово орел и птица сама, она, да, это царь птиц. И действительно, и когда, например, хотели обозначить величие одного из законоучителей средневековья, маймонида. Рабейну Моше бен Маймона, его стали называть Ханеши Рагадоль. Великий орел. Ханеши Рагадоль, Рабейну Моше бен Маймона. Орел наш дун Репа. Ах, вот как. Ну да, ностальгер. Надо, я, раз уж я вспомнил. Когда Раб Хук, Раб Аврам Ицхак Акойн Хук стал Равином Яфу, то через какое-то время там объявился еще один человек, который считал, что он тоже должен быть Равином этой общины. И там собрал, были там 10 или 20 человек, которые стали его друзьями. И они собрались вместе, и он себя объявил так же Равином. И это было, конечно, очень неприятно, потому что, ну, община была больше, там было несколько тысяч человек, евреев. Но все-таки, как бы, неприятно. И вот один из старейших, уже Равинов, Верд Сесраэль, который знал Авраам Ицхак Акукова, он его знал хорошо еще с давних времен. И хотя не во всем был с ним согласен, но он написал открытое письмо Яфской общине. Как, он говорит, вы позволили. И вот он что придумал. Как вы позволили, говорит, говорит он ему. Мухе бескрылой поднять голос на великого орла. Муха ему недостаточно была. А еще раз, а бескрылой мухе. И он имел в виду того человека. На великого орла вашего Равина. А чем он не уподил руку-то? Вот. Звук цуцк нафаем. Негдон нешерогадож. Так что, вот это, ну, конечно, было над чем посмеяться. Потом, конечно, все это, эта муха улетела и никаких проблем не было с ней в Яфской общине. Но хочу только привести пример тому, что сама эта метафора, Нешера, Нешера Гадоль, она, у нее есть свои корни в еврейской традиции. Да? И у Гринберга это символ вот этой самой главной мечты, самого главного в будущем, это символ мессианства. И вот этот. Аланэ шерохав кнафа имкорэба бирлефанав. Афберахвуд кашалит. Летя на просторе. Ой, по-моему, я эс забыл. На просторе. На просторе, подобно владыке, шалит властелину, лемуль гавгуд шамаин, йогдин шахарит. Напротив выси небес, полыхающих в рассвете. Тут надо сказать, что тоже лемуль, напротив, я не хотел писать напротив. Лучше, конечно, по-моему, выси небес. Но написано лемуль, то есть как бы вот этот рассвет, он летит к нему. То есть это не он в самом рассвете, а он как бы навстречу. Вот, лучше, да. Вот, спасибо. Навстречу, в этом случае навстречу будет намного-намного лучше, чем напротив. Здесь нет никакого противления. Просто дали. И навстречу, да, это лучше. Встречные движения. Да, да, да. Рассвет к нему. А он к нему, да, он летит к этому рассвету, да. Все, товарищи. На этом стихотворение заканчивается. К сожалению. Спасибо. Спасибо. Да, вопрос. Да, да. Хабаби-цили. Так что это не хабаби-цили, кеваби-цилу-ба. Но шел лапит. Локава. Кава был бы иначе. Это не был бы Алик, был бы Гей. Лихабот. Есть еще какие-то вопросы, товарищи? У меня вопрос с дадим. Вот вы обозвали садиком. Обозвали? Не обозвал. Назвал. Да, да. Среди хасидов, любой рэбе, любой руководитель вора, он садик? Да. И второй вопрос. А кроме, значит, руководителя общины, может быть, еще садик? Тут надо сказать, в таком смысле нет. Есть разница. Есть, когда говорят, например, цадик. Цадик имеет праведник. Человек, который себя правильно ведет, между прочим, это еще не так уж. Просто правильно себя ведет. Он не злодей. Да, 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 да. Это не злодей. Цадик от слова цедык. Хасид это выше. Именно так это в языке древнем. Что произошло в хасидизме, который называется... Произошла перемена значений. Глава общины называет себя цадик. И его называют цадик. Саша, звали. Ну, как бы... Ну, да, не Раша, а цадик. Так пишет Тора, когда приходит в суд. Ведь цдик это цадик, верши это Раша. От слова цедык, справедливость. Оправдал того, который не... Который не злодей, который был прав. Да. Вот это именно такое значение оригинальное. Это не обязательно великий, правильный. Не великий, нет. Не великий. Не великий, обыкновенный, приличный человек. Да. Это, это... Но это надо сказать. Это в оригинале своем. А говорят цадик или цадик? О. По-моему, не всегда цадик. Во-первых, не всегда. Конечно, говорят цадик. Естественно, на еврейте говорят цадик. Это понятно. Цадик это ашкенозийское произношение. И в хасидизме смысле перевернулись. Хасид это приверженец. Хотя это нисколько этого не значит в оригинале. Хасид это от слова хэсэд. Мит хасэд им коно. То есть тот, который от себя, от себя дает создателю. Своему владыке. Имеется ввиду небесному отцу, конечно, не кому-то другому. А цадик это тот, который исполняет заповеди, как полагается. Более того, один из стихов говорит. То есть совет такой. Это в книг Мишлей. Притчи Соломонов. Не будь праведником больше, чем надо. И не слишком узлодействуй. То есть у каждого человека есть свои слабости. Это возможно. Но надо знать меру. Даже в слабости надо меру знать. А цадик, корбет. В хасидизме все это поменялось. И поэтому глава общины называется цадик. Его называют адмор. Это аббревиатура. Адонейну морейну верабейну. Адонейну морейну верабейну. Наш господин, учитель и наставник. Допустим. Раб это тоже великий как бы. Но. Допустим. И вместе это адмор, и уже от этого, от этой аббревиатуры это стало словом. Есть адморут, адморим. То есть уже как бы это стало своим словом. Собственным. А хасид это стал приверженец. Приверженец человека, а не Всевышнего, к сожалению. Приверженец-то ворона. Понимаете, приверженец. И это совершенно обратный смысл оригинального, первоначального того, что написано в Тории у наших мудрецов. Так что, если вы спрашиваете, может ли быть цадик в хасидском движении? Кроме, конечно да, но он просто цадик. Но его никто не назовет. Не, не, он просто, можно, могут сказать там, о, цадик, цадик. Цадик. Но это, да, это совсем другое. Это совсем другое. Да. Это цадик, который мадздык, еще такое значение. Нет, нет, нет. Мадздык это оправда. Это да. Мадздык. Смысл цадик. Мадздык это бывает. Нет. Нет. Написано. Не знаю, где вы это читали, но это неверно ни в смысле грамматики, и не в первоначальном смысле. Значит, они не знают, что тоже бывает иногда. Мадздык. Нет. Мадздык. Продолжение следует...